Я Арик Реннер. Сейчас я в древнем городе Смирна, некогда большом городе в древнеримской провинции Ассия. Во времена Нового Завета, неподалеку отсюда в Ефесе, служил Павел. И Павел либо сам посещал Смирну, либо направил сюда миссионеров, для того, чтобы они основали здесь церковь. И сейчас я нахожусь в одном из подземных проходов, что располагались под городской рыночной площадью Агорой. Она была крупнейшей Агорой, крупнейшей городской рыночной площадью во всем римском мире. Она была огромной и величественной, и она же стала местом ужаснейших преследований. Известно, что христиан волокли на открытую рыночную площадь, унижали, казнили за веру в Христа. Также документально подтверждено, что над христианами издевались. Их забивали камнями, убивали как мучеников, вот в таких подземных переходах. В этом городе умерло множество христиан, так и не отступивших от веры в Иисуса. Об этом и говорил сам Иисус в Откровении, 2 главе, в своем обращении к церкви в Смирне, через пастора. Послушайте слова Иисуса в книге Откровения, 2 главе. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу». Иисус четко и конкретно заявил, что за страданиями христиан стоял не Бог. За ними стоял дьявол. Это попытки дьявола потушить огонь благовестия. Дьяволу известно. Если Евангелие продолжит распространяться, в городе начнется пробуждение, что в сущности затем и произошло. Но дьявол изо всех сил пытался погасить пламя Евангелия. И Иисус предупредил церковь. Дьявол будет преследовать. И в следующем стихе Иисус говорит, «Но побеждающему достанется венец жизни». Побеждающий в греческом означает «тот, кто находится в процессе преодоления». Преодоление. То есть это не единственная победа когда-то в прошлом. Преодоление как образ жизни. Нам нужно решить для себя, что бы ни случилось, что бы ни пытался сделать дьявол, как бы он ни пытался нас сбить с ног, мы преодолеем любые нападки врага. Тот, кто в нас больше того, кто в мире. Мы побеждающие. Речь не о том, что мы побеждали когда-то, а о том, что мы побеждающие сегодня. Сейчас и до последнего дня. Мы обладаем такой способностью, ведь в нас Божий свет. И побеждающим Иисус обещает награду. Об этом и пойдет речь сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Сегодня мы завершаем цикл учений о послании Христа церкви в Смирне. Это учение настолько насыщенно. Мне оно очень нравится. Молюсь, чтобы оно понравилось и вам. И мы поняли, что христиане в Смирне жестоко страдали за веру. Их тащили в капище, тащили на стадион, тащили в театр, на рыночную площадь. Их судили, избивали, забрасывали камнями и часто убивали за веру. Иисус обращается к ним в книге Откровения, 2 главе, стихах с 8 по 11. Иисус говорит им, каким должен быть их настрой для преодоления всех трудностей. И это лишний раз доказывает, почему в Библии важно читать каждый стих. Может, вам не нравится читать о страданиях, но в этих стихах для вас звучат ценные наставления о том, как вам устоять в трудных жизненных обстоятельствах. Кстати, если вам сейчас непросто, и вам нужна чья-то молитвенная поддержка, позвоните нам, свяжитесь с нами. Мы с вами помолимся. В одиночку преодолевать трудности тяжело. И если кажется, что вам не с кем помолиться, свяжитесь с нами. Мы вас поддержим, потому что верим в молитву. Мы понимаем, каково это — преодолевать трудности, сохраняя веру. И мы с удовольствием помолимся с вами, обещаю, мы правда будем молиться. Прежде чем мы вернемся к Писанию, напомню о предложении аудиопрограмм «Послание Иисуса Смирнской Церкви». Пять частей, основанных на этих передачах. С ним идет замечательное учебное пособие со всеми греческими словами, определениями, истинными принципами. Все это идеально подходит для личного изучения, чтения с другом, в домашней группе. И также предлагаем ознакомительную версию книги «Свет во тьме. Семь посланий семи церквям». В ней около 600 страниц. Все в полном цвете. В книге множество иллюстраций, фотографий, сделанных мной и моей исследовательской группой. Мы посетили древнюю Смирну, на месте которой сегодня находится турецкий город Измир, и зафиксировали все места всех исторических событий. И все это данной книги, включая полное описание мученичества Поликарпа, о котором мы говорили в предыдущей передаче. Все это здесь. Вряд ли, конечно, вы прочтете эту книгу за один присест. Это понятно. Но книга писалась не для этого. Это справочник. Вы положите ее рядом с Библией, или там, где молитесь, изучаете Божье Слово, будете читать ее вместе с Библией. Вы откройте для себя мир Нового Завета. Погрузитесь в древность. На обложке говорится, «Откройте для себя мир Нового Завета вместе с Риком Реннером». Вот моя цель. И верю, книга вам пригодится, и рекомендую вам скачать бесплатно ознакомительную версию. Итак, возвращаемся к Откровению 2-й главе и прочтем стих 8-й, где Иисус обращается к церкви в Смирне. Мы видим, что Иисус обратился не к самой церкви, а к ее ангелу. Это в 8-м стихе. Читаем. «Ангелу Смирнской церкви напиши». Позвольте комментарий. В Откровении 2-й и 3-й главах Иисус обращается к семи церквям. Это церкви в Ефесе, Смирне, Пергаме, Феотире, Сардисе, Филадельфе и Лаудикии. Ни в одном из семи случаев Иисус не обращается напрямую к церкви. Его послание адресовано церкви, но обращается Иисус не ко всей церкви. Но везде говорится, что Иисус сначала обращается к ангелу церкви. Слово «ангел» во всех семи случаях греческое слово «ангелос». Оно может указывать и на небесного посланника, однако в данном контексте семи церквей речь идет не о небесном существе. В данном случае слово «ангелос» указывает на посланника с особым назначением пастора церкви. На пост пасторов этих посланников поставил сам Иисус. И поэтому перешагивать через них Иисус не станет. Обходить полномочия пасторов Иисус не будет. Когда у Иисуса есть слово для церкви, он будет говорить с ее пастором. И затем уже пастор должен донести обращение Иисуса до всей церкви. Когда у Иисуса есть утешительная новость, первым ее услышит пастор. Когда Иисус намерен обличить церковь, первым это услышит пастор, чтобы, обдумав слова Иисуса, довести их затем до сведения всей церкви. И вот что мы слышим в Откровении 2 главе 8 стихе. Иисус говорит ангелу, пастору, пастору церкви. Он передает свои слова для церкви пастору, которая затем озвучит эти слова служителям и всей общине. Продолжим. Откровение 2 глава 8 стих. Читаем. «И ангелу с мирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». И затем добавляет. «И знаю злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Слово «злословие» в греческом «бласфемео», которое указывает на грубую речь, сквернословие, ужасные, оскорбительные слова. Использовав такое слово, Иисус дает понять, иудеи из местной синагоги словесно оскорбляли христиан. Поведение иудеев настолько злостное, что они, называя себя иудеями, но Иисус говорит, что они не таковы, и Господь назвал их синагогой сатанинской. Не могу себе представить высказывание о группе людей более оскорбительного, нежели «сатанинское сборище» или «церковь сатаны». Так и прозвучало. Слово «сатана», греческое слово «сатанос», означает «обвиняющий», «клеветник», делающий голословные заявления. Это ужасное слово. Оказывается, вот чем занимались иудеи в Смирне. Они порочили христиан с квернословием, обвиняли христиан, клеветали на них. Из ранних христианских документов известно, что именно они говорили. Иудеи разжигали вражду среди языческого населения города. По мнению язычников, во всех злоключениях в городе был кто-то виноват. Например, произошло какое-то бедствие, значит, что-то в городе кто-то сделал не так, и боги наслали на город эту напасть. Случилось землетрясение? Боги недовольны каким-то человеком или группой людей, поэтому наслали на целый город землетрясение. Это кара богов. Иудеи знали, что язычники думают именно так. Хотя сами иудеи не верили в многобожие, иудеи использовали эти страхи язычников для разжигания их ненависти к христианам. Иудеи начали говорить. Знаете причину землетрясений? А знаете, почему не уродился урожай? Вы знаете настоящую причину болезни, которая поразила весь город? Это все из-за христиан. Христиане огорчили духовный мир своим новым неправильным учением. Во всех проклятиях, голоде, войнах и землетрясениях в нашем городе виноваты эти самые христиане. Услышав это, местные язычники начали преследовать христиан по обвинению со стороны сборища сатанинского. Вот о чем говорит Иисус в 9 стихе. И затем, далее, в 10 стихе, Иисус говорит, «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу. Иисус не говорит, «Вокруг вас возникнет немного бесовской активности». Он говорит о дьяволе. В греческом, перед словом «дьявол» стоит определенный артикль, и это важно. Иисус говорит о самом дьяволе. Более того, в начале стиха, «Вот дьявол», «Вот» в греческом «иду», оно несет в себе изумление. Вот это «да». Поразительно. Даже Иисуса поразил градус духовного противостояния, с которым столкнется церковь. По словам Иисуса, против церкви воюют небесы, а лично дьявол. Там определенный артикль. «Он ворвется в ваше окружение и воспротивится вам». Вот как. «Дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы вы были испытаны». Я не знаю почему, но увидев слово «испытать», христиане полагают, что их испытывает сам Бог. Это мучает религия. В данном стихе говорится прямо, «Дьявол искушает христиан». Не Бог сделал так, что они лишились работы. Не Бог сделал так, что они лишились имущества и денег. Не Бог поверх их нищету, чтобы проверить, как они это воспримут. Здесь Иисус говорит, «Прямо вас искушает сам дьявол». Слово «искусить» — перевод греческого слова «пейрадзо», который указывает на спланированное испытание. Это не просто случайная проверка, а спланированное испытание, устроенное с целью сломить вас и заставить вас сдаться. Испытание, устроенное с целью сломить. И если в вас обнаружится недостаток, вероятно, вы сдадитесь. Первые христиане провозглашали Иисуса Господом. Они были готовы лишиться работы и имущества. «Если ради следования за Иисусом нам придется все это оставить, мы готовы», — говорили они. И тогда дьявол с хитрым расчетом устроил им проверку посмотреть, насколько серьезно их посвящение. И он поверг их в крайнюю нищету. Они столкнулись с нищетой, ужасной нищетой, крайней нищетой. Дьявол давил на них с целью проверить, как долго они сохранят посвящение Христу. Откажутся ли они, наконец, от Христа? И вернутся ли они в торговые гильдии ради работы? Насколько крепка их вера? Останутся ли они верны Христу? Или их можно сломить и сдвинуть с места? Иисус говорит Своим, «Стойте на месте, не двигайтесь, не сдавайтесь. Против вас ополчился дьявол. Дьявол бросает в тюрьму». И затем Иисус произносит изумительные слова. «Вы будете иметь скорбь». Слово «скорбь» означает «очень сильное давление». Трудный период, изнурительные испытания. И Иисус предельно честен. Он не сказал «все будет хорошо». Нет, у вас будут настоящие тяготы из-за нападок дьявола. И далее Иисус произносит замечательные и воодушевляющие слова. «Это продлится только 10 дней». В истории церкви было 10 римских императоров, или 10 периодов, когда церковь преследовали. Вероятно, об этом пророческий Иисус говорит. Но в сущности, Иисус сказал, «10 дней, это не вся жизнь». Скажу вот что. Порой кажется, будто ваши трудности будут длиться вечно. Когда вы оказываетесь в беде, вам кажется, что это навсегда. Конца и края не видать. Но это не так. У трудностей всегда есть конец. Иисус говорит церкви, «Всего 10 дней». Это не навсегда. Трудности закончатся, и тогда вы будете словно чистое золото. Всего 10 дней. Дьявол мечтает вас уничтожить, но дьявол не сможет вас уничтожить. Трудности пройдут. Они ненадолго. Конец непременно будет. Помните, и ваши трудности тоже пройдут. Ваши трудности тоже закончатся. И затем Иисус говорит, «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Слово «будь» — перевод греческого слова «гиномай». В данном контексте оно означает «начни сейчас». «Учись верности сегодня». Можно сказать так. «Продолжай находиться в процессе становления верным до смерти». Слово «смерть» — греческое слово «танатос». Указывает на смертельную опасность, что-то потенциально смертельное. В римском праве это слово означало «смертельный приговор». Иисус говорит тем, первым христианам. И Он по-прежнему говорит это нам с вами. Вы должны быть верными. Чего бы это ни стоило, не сдавайтесь. Не уходите. На кону Божье Царство. Не откажитесь от Него из-за трудностей. Будь. Начни сегодня. Начни проявлять верность сегодня, не переживая, что ты окажешься неверным в трудную минуту. «Начни с того, что происходит сегодня». Начни становиться. Послушайте. Начнете проявлять верность в малом, но постоянно. Решите не сдаваться, не отказываться, не сходить с места. Станете практиковаться в этом сегодня, и завтра, и послезавтра, и послезавтра, и так далее. И тогда, столкнувшись с реально серьезной проблемой, вы не сломаетесь, потому что верность уже станет чертой вашего характера. Иисус это понимал. «Потому и сказал церкви, «Начни, пробуй, начни превращаться в верного человека даже до смерти, и дам тебе венец праведности, венец жизни». Давайте рассмотрим это. «И я дам тебе венец жизни». Я дам тебе в греческом «досо», будущее время глагола «дидами», то есть «я даю». В данном контексте, в будущем времени, Иисус говорит «я дам». Иисус описывает некий момент в будущем, когда лично Он, Он Сам, возложит венец на голову христиан, устоявших до конца. Это обещание и для вас. Если вы сохраните верность до конца, Иисус обещает «я дам тебе венец жизни». В будущем Иисус лично вступит вперед в Своем царском одеянии. И как следует из этого стиха, Иисус Сам возложит на вашу голову венец, если вы останетесь верным до конца. Изумительно. В выражении «я дам тебе венец жизни» слово «венец» перевод греческого слова «стефанос». Если вас зовут Степан, значение вашего имени берется отсюда, от греческого слова «стефанос». Далее зачитаю своих заметок. Слово «венец», греческое слово «стефанос», указывает на венок победителя. В древних спортивных состязаниях на голову победившего спортсмена возлагали лавровый венок. Атлет, получивший венок победителя, почитался и пользовался уважением до конца жизни. Память о его достижениях оставалась в обществе навеки. До конца его дней герои не забывали и не пренебрегали им. Слово могло указывать на любую награду, но в частности, на венок победителя. Чаще всего бегуна, который победил в забеге или состязании. И в словах Иисуса «я дам тебе венец жизни» сокрыто следующее. Ты спортсмен. Ты бегун. Ты состязаешься. Сейчас ты должен бороться. Это твое состязание. Если продолжишь состязаться до конца, если будешь состязаться доблестно, и откажешься сдаваться, то в конце состязания станет судья соревнований. В данном случае судьей соревнований является личный Иисус. И личный Иисус возложит тебе на голову лавровый венок, венец. Венец, как награду для тебя за то, чего ты добился. И как ты этого добился на поприще веры. Просто поразительно. Разве может быть награда лучше, чем венец, который возложит на голову сам Иисус. Вот о чем я думаю, когда сталкиваюсь с трудностями. Я часто об этом вспоминаю. Думаю о том, как предстану перед Иисусом, и что буду при этом чувствовать, когда предстану перед Ним. Если останусь верным, то услышу от Него хорошо «Добрый и верный раб». И как написано в Библии, Христос лично, в Своем царском одеянии, возложит мне на голову венец, названный в Писании, «Венцом жизни». В Новом Завете упоминаются пять разных венцов. Кратко перечислю их. Первым Коринфянам 9.25 упоминается венец нетленный. Этот венец будет возложен на голову тех, кто отличался самодисциплиной. Первым фессалоникийцам 2.19 говорится о венце похвалы. Библеисты называли этот венец «Венцом благовестника». Итак, будет особый венец для христиан, обладавших самодисциплиной. Будет особый венец для тех, кто благовествует. Но это не все. Библия также говорит о венце праведности. Это во 2 Тимофею 4 главе 8 стихе. Венец праведности будет возложен на голову тех, кто ожидает «Скорое возвращение Иисуса». Венцом праведности называется особый венец для тех, кто жил в ожидании пришествия Христова. В 1 Петра 5 главе 4 стихе говорится о венце славы. Венец славы еще называют пастырским венцом или венцом пасторов. Этот особый венец будет возложен на голову пасторов, верно исполнявших свое призвание. Они были хорошими пастырями. В Библии говорится, что Иисус возложит на их голову особый венец. Далее, венец жизни, о котором мы говорим сегодня. О нем в Новом Завете говорится дважды в послании Акова 1.12 и Акчевении 2.10. Венец жизни по-другому называют венцом мучеников. Все, кто пострадал от гонений, погиб за веру, принял мученичество в любом проявлении. Кто пострадал за веру, получит особый венец. Это библейское обещание. Так кому достанется этот венец? Ответ в Библии. Откровение 2.11. Побеждающий. Последние минуты передачи поговорим об этом слове. Побеждающий. Слово «побеждающий» указывает на образ побеждающего человека, того, кто находится в процессе преодоления чего-то. Иными словами, речь не о том, кто победил когда-то. В греческом подчеркивается «тому, кто побеждает». Преодоление как образ жизни. Это награда не за то, что вы сделали однажды, а за то, что вы побеждаете постоянно. Это настроено постоянную победу. Я не сдамся, я не сойду с пути. Я намерен победить врага и не остановлюсь, пока все враги не окажутся под ногами, пока не выполню Божьего поручения. Это настроено победу как образ жизни. В греческом буквально «тому, кто живет процессом одержания победы». Вот какой настрой нужен вам для преодоления. Вспоминать давние победы нет резона. Важно сказать сейчас, «Я живу для следующей победы. Я в процессе одержания победы. Я побеждающий». Преодоление как образ жизни. Я постоянно живу в процессе победы. И те, кто так мыслит, они побеждают. И вы сможете. И у вас получится. А при вашей встрече с Иисусом, Он наградит вас лихвой, во славе, одним из этих пяти венцов. Представьте, вы стоите перед Иисусом, и Он в Своем царском одеянии делает шаг навстречу вам, во всей Своей славе, и возлагает на вашу голову один из этих венцов. Вот что вас ожидает. И на самом деле, оно того стоит. Наше время истекло. Мы продолжим через минуту и помолимся вместе. Библейские события оживают на страницах книги Риккореннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны Первые Церкви. Оцените важность послания Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной Церкви. Скачайте бесплатно ознакомительную версию книги «Свет во тьме». Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Смирнской Церкви». Данный материал состоит из пяти частей. Изучая послания Христа Церкви в Смирне, Риккореннер делится с нами откровениями о том, как преодолеть трудности и гонения и научиться доверять Благой Божьей воле. Не пропустите это специальное предложение. Скачайте бесплатно ознакомительную версию книги «Свет во тьме» и аудиопрограммы «Послание Иисуса Смирнской Церкви» на сайте igc.org. Меня зовут Джолл Реннер. Хочу выразить особую благодарность каждому партнеру нашего служения. При вашем участии мы можем оказать помощь нуждающимся в эти рождественские дни. Каждое Рождество мы организуем праздничную программу для всех живущих в окрестностях нашей Церкви. Не перестаю удивляться, что история Рождества для многих все еще остается сказкой. Но это не имеет значения, ведь людям нужно услышать истину, несмотря на их заблуждения. Благодаря ежегодной рождественской программе многие могут услышать благую весть об Иисусе Христе, изменяющую жизни людей. Слово Божье гласит «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда вы познаете истину, она освободит вас. Чудесно видеть такое количество детей на церковном празднике Рождества, родители которых еще не знают о Христе, как важно рассказать детям об Иисусе, и они смогут передать эту весть своим родным. Ваше партнерство помогает донести Евангелие до нашего ближайшего окружения и даже до края земли. Все, что мы делаем для людей, стало возможно благодаря щедрым сердцам наших партнеров, таких как вы. Мы приглашаем вас стать нашим партнером уже сегодня. Ваша помощь позволит спасти судьбы многих людей через Слово Божье и библейское учение. Все мы выполняем свою часть служения. И сегодня у вас есть возможность помочь другим, став нашим партнером. Любое ваше даяние станет важной частью распространения Евангелия в рождественские праздники. И не только. Станьте нашим партнером. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт IGNC.org В Откровении 2 главе 11 стихе мы читаем об обещанном венце жизни тому, кто побеждает. В греческом написано следующее «побеждающему». Зачитаем вам значение слова «побеждающий». Греческое слово «никао». Послушайте. «Побеждающий человек». Иными словами, он живет в процессе одержания победы. Это победитель, чемпион или человек, обладающий каким-то преимуществом. Можно перевести как «покорять», «наносить поражение», «одерживать вверх», «превозмогать», «преодолевать», «превосходить», «одерживать победу». В греческой литературе этим словом зачастую описывали атлетов, которые достигали в своем виде спорта невероятных высот и долгое время оставались непревзойденными чемпионами состязаний. Слово могло указывать также на военную победу над противником на поле битвы. «Быть твердо намеренным и настроенным в своих попытках и стремлении победить, а затем удержать победу». Наконец, можно перевести как «контролировать», «покорять», «наносить поражение», «одерживать вверх», «превозмогать», «преодолевать», «превосходить», «одерживать полную победу». Вот как! В греческом языке подчеркивается «постоянно поддерживаемый настрой на победу». Преодоление как образ жизни. Иисус хочет, чтобы вы были полным победителем, но это возможно. Внутри вас пребывает сила Святого Духа, вы призваны быть победителем. И именно так! Напоминаю о цикле учений «Послание Иисуса» с Мирнской Церкви из пяти частей на основе этих передач. Полезный цикл. Скачайте бесплатно. Также ознакомительную версию книги «Свет во тьме» «Семь посланий семи церквям». Благодарю вас за время, проведенное со мной и провозглашаю над вами Божью силу для преодоления всех трудностей во имя Иисуса. Помните, Иклесиаста 84, где слово «царя» там власть. И пусть сегодня в вашей жизни явится власть Божьего слова. Вам по силам преодолеть все. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.